Ну что ж, для четвертого элемента, в принципе, он не особо отличается, хотя нет, что я вру-то, особо он отличается от предыдущих подвижений, но довольно похож. Стоим в позицию, как у меня, в данном случае мы с вами не работаем ни на пятках, ни на мысках, то есть когда мы в классичке работаем с вами на мысках, а в первых движениях на пятках, мы это полностью убираем. Здесь стопы находятся на полу всеми нашими гаточками, кусочками. Задача поднять правую ногу вверх, левая в этот момент к вам подъезжает. В отличие от предыдущих элементов, она не просто подпрыгивает слегка, здесь уже полноценное скольжение идет по полу. Вы поднимаете правую ногу и задача, чтобы ваша правая нога находилась, точнее, опять, не под вами, не за оформленной ногой, а находилась перед оформленной ногой. Вот эта позиция желательна для того, чтобы это движение получалось качественно. После того, как вы подняли ногу правую ногу, вы выкидываете чуть-чуть вперед, ставьте ее не просто вниз, а немного вперед, потому что, когда вы будете ставить ее просто вниз, начнется такой момент, что нога будет доходить под вас. Но вы это поймете, я вам сейчас это все подробно объясню. Левую ногу мы толкаем, правую ногу выставляем чуть-чуть вперед. Тем самым голень у нас находится перпендикулярно полу, она не под нами, она не далеко от нас, на чем-то смотрит вниз. То же самое мы проделаем с левой ногой. Поднимаем левую, опустываем. Поднимаем правую, опустываем. Левая, правая. Старайтесь максимально скользить, потому что именно в этом раннем дне будет важно ваше перемещение и скольжение, да? Вы это поймете тоже, когда будете подосывать все больше, больше и больше. Можно свои ногу сходить. Три. Раз и два. 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 Расскажу вам ошибки, которые очень часто допускают люди, о которых я сказал в самом начале. То, что ногу ставят под себя. Получается вот такой элемент. Это смотрится абсолютно некрасиво. В первую очередь это некрасиво почему? Потому что ваша задняя нога не находит себе места. Вы ставите ногу и у вас нога начинает подниматься на пятки. Как я сказал в начале, этого быть не должно. Ей просто неудобно. Поэтому если мы выставляем ногу чуть вперед, то лоб и ноги у нас прекрасно стоят, и у нас становится все удобно. Поэтому следите обязательно за этим. Вы поднимаете ногу и старайтесь вытянуть ее не просто вниз, а чуть-чуть вперед. И видите, у вас уже нога, окей, она может быть немножко по диагонали на и вперед уходит, но это лучше, чем вот это. Давайте с вами еще раз немного быстро сделаем. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Но если вы успели заметить, есть небольшой эффект падения на ногу, который у вас находится спереди. Это делает как бы ваш танец немножко динамичнее. Потому что когда вы пытаетесь просто поставить, смотрится не так красиво, да? Нежели вы начинаете немножко падать. Именно эффект падения передает на ногу брусами и группе с данным стилем, данным элементом. И это нижний будет, в принципе, отвечать за весь, за всю подачу вашего танцевального направления. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Лайфхаки по телу. Ни в коем случае не сгибайте тело, оставляйте его ровным. Не нужно клоняться, ститулиться, это все не очень красиво. И смотря на то, что очень многие танцоры данного направления делают это вообще шея какой-то вытворяет, но на период обучения ваша задача спину держать ровно, 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 ровно. Но ни в коем случае не сжимайтесь здесь, иначе вы будете похожи, простите меня, качки на качков, которые приходят на танцы. Это нормально, они очень зажатые, которые не растягиваются, да? Ну, в дальнейшем они подчиняются, и все, с тобой, на разный, хоп, счет. Минутка музыки. Ну что же, подошел к концу четвертый обучающий ролик. Мы выучили с вами Раннинг Мэн на полную стопу. В интернете очень часто можно наблюдать за тем, как ребята, обычно даже не ребята, а девчонки, соединяют между собой Раннинг Мэн на пятку, крестовой на пятку, Чарльз Стон косичку и Раннинг Мэн на полную стопу. Лично я такого не делаю, потому что для меня это немножко две разные подачи данного направления. Если вам удобно, вы можете делать, но вы можете посмотреть много-много роликов, и вы поймете, что эти два элемента, точнее, эти три и этот один, очень сильно отличаются друг от друга. Но если вы хотите, вы можете их соединить. Все в ваших руках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова